Сегодня мы с вами поговорим о предложениях с прямой речью. Пример такого предложения перед вами. Он взят из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Белый кролик продолжал бормотать себе под нос. Пропала моя бедная головушка, и шкурка пропала, и усики тоже. Это предложение состоит из двух частей. Сначала идут слова автора. Это слова, которые вводят прямую речь. В данном предложении это вот эта часть. Белый кролик продолжал бормотать себе под нос. Дальше идет прямая речь. Это слова какого-либо лица, передаваемые без изменения. В этом предложении это слова белого кролика. Пропала моя бедная головушка, и шкурка пропала, и усики тоже. Как вы видите, предложение состоит из двух частей – и слов автора, и прямой речи. Слова автора помогут узнать глаголы говорения. Сказал, спросил, ответил, удивился, пробормотал. Их очень много. В романе «Отцы и дети» Иван Сергеевич Тургенев употребил более 80 различных глаголов говорения. А вот прямая речь у нас всегда записывается с большой буквы и заключается с двух сторон в кавычки. Рассмотрим теперь, какие знаки припинания ставятся в предложениях с прямой речью. В первом случае, если у нас слова автора стоят перед прямой речью, то после слов автора мы должны будем поставить двоеточие, а дальше записать прямую речь в кавычках из большой буквы. А вот последний знак будет зависеть от того, каким предложением будет являться прямая речь. Разберем на примерах. Первый пример. «Алиса снова заговорила, а я и не знала, что чеширские коты умеют улыбаться». Слова автора «Алиса снова заговорила», глагол «говорение» заговорила. Ставим двоеточие, которое отделяет слова автора от прямой речи. Открываем кавычки и записываем прямую речь с большой буквы. Мы видим, что прямая речь – это предложение повествовательное. И мы должны будем поставить точку. И мы ставим точку, но сначала закрываем кавычки. Итак, кавычки закрываются, точка. Точка – это всегда последний знак в предложении. Если у нас прямая речь является предложением вопросительным или восклицательным, мы должны будем поставить соответствующие знаки, но уже внутри кавычек. Давайте посмотрим на примеры. «Алиса негромко спросила, как же мне попасть в дом?» Слова автора «Алиса негромко спросила», глагол «говорение спросила». Двоеточие, открываются кавычки, прямая речь записывается с большой буквы. Поскольку она является вопросительным предложением, мы ставим вопросительный знак и потом закрываем кавычки. Больше никаких знаков нет. Точно так же мы расставляем знаки препинания в том случае, если прямая речь – это предложение восклицательное. «Она подумала, кот с улыбкой и то редкость, но уж улыбка без кота – это я прям не знаю, что такое». Слова автора «Она подумала», глагол «говорение» «подумала». Дальше все по нашему правилу двоеточие, кавычки открываются, большая буква. Дальше, поскольку у нас прямая речь является восклицательным предложением, мы ставим восклицательный знак и закрываем кавычки. То есть главное отличие в том, что точка у нас ставится за кавычками, а вопросительный знак и восклицательные знаки ставятся внутри кавычек. Разберем другой вариант, когда слова автора стоят после прямой речи. В этом случае слова автора отделяются от прямой речи с помощью тире и записываются слова автора с маленькой буквы. Еще один знак, который мы должны будем поставить после прямой речи, будет зависеть от того, каким предложением является прямая речь. Разберем на примерах. «Я тоже ходила в школу каждый день», – сказала Алиса. Предложение начинается с прямой речи. Открываем кавычки, записываем его с большой буквы. «Прямая речь» представляет собой повествовательное предложение. В таком случае мы закрываем кавычки и после прямой речи мы ставим не точку, а запятую. Далее, по правилу, отделяем прямую речь от слов автора с помощью тире слова автора с маленькой буквы. Если у нас прямая речь представляет собой вопросительное предложение, мы с вами должны будем поставить вопросительный знак, но уже внутри кавычек. «Скушает кошка летучую мышку, сквозь сон повторяла Алиса». Выпросительный знак мы записываем внутри кавычек. Дальше мы ставим тире, которое отделяет прямую речь от слов автора. Прямая речь, не забываем, что она записывается с большой буквы и заключается с двух сторон в кавычке. И последний пример, когда у нас прямая речь представляет собой восклицательное предложение. «Отрубить им головы!» – закричала королева. Все точно так же, как с вопросительным предложением. Открываем кавычки, ставим восклицательный знак, поскольку это восклицательное предложение, кавычки закрываем, тире слова автора с маленькой буквы. Как вы видите, в предложениях с прямой речью достаточно много знаков припинания. Постарайтесь их не упустить.